17 октября выходит четвертый сезон молодежки, где во втором сезоне молодежки я не выполнил указания своих начальников, не посадил Федора Бондарчука, но я имею ввиду Калинина, героя молодежки. Я там был следуя прокуратуры, меня уволили, а сейчас я стал адвокатом, и сейчас, в четвертом сезоне, ох, я там буду, ну то есть там будет тема очень такая жесткая. Ну и сейчас вот то, что с Таннольдом Шварценеггером, с Жеки Чаном в одной картине играю, и безумно рад, что я там в качестве актера опять и в качестве сопродюсера, и мне приятно работать с китайцами, потому что в основном, ну фильм называется «Ви путешествия в Китай», и я впервые работал с школой Шаолинь Джеки Чана. Это реально адская машина, это реально адская машина, вот, и я всегда ставлю пример военным, ребята, я не знаю, как их можно победить, наверное, их никто не сможет победить. Не, ну мы и русские победим, конечно. А в мае месяце, ну опять же, это политика, понимаешь, не буду рассказывать сюжет, очень интересный. В мае месяце, опять же, политика, у нас картина «Ви путешествия в Индию», да, и у нас огромное количество актеров играет с фильмами «Пираты Карибского моря», тот же «Маленький Хлеба», те же два актера худой-толстый, где глаз там он терял, бегал, там они за этим сундуком бегали. Ты знаешь, и людям нравится с нами играть, и, конечно, нам тоже безумно нравится. Джекин Чан и Арнольд для меня кумиры были всегда, а здесь ты в одном кадре, ты с ними, тем более я Джекин Чаном еще дерусь, там три боя у меня с ним. Конечно, для меня это наивысший пилотаж, по крайней мере, моей профессии, одно из моей профессий.